1 сентября 2021 года прекратила действие льготная очередь распределения в детские сады для одиноких мам. Теперь всех, кто стоял в данной очереди по распределению, попали в общий список. О том, что случилось со льготной очередью, разбиралась моя коллега Наталья Дуркина. Ольга Ружникова встала на льготную очередь в детский сад полтора года назад через портал госуслуги. Далее уже через приложение отслеживала, какая по списку на получение долгожданного места. Однако, что-то пошло не так. Где-то весной я последний раз смотрела, в мае может быть. Потом было лето, не было смысла смотреть. И в сентябре я зашла снова на портал, и уже это невозможно было. То есть дается отписка, что я не могу смотреть уже. Я пошла в департамент образования. Мне пока не сказали, мы не можем вам сказать, какая у вас очередь. Потому что идет распределение детских сад, и придите попозже. Я пришла в ноябре. И вот в ноябре мне уже сказали, что я была весной 25-30-е, а тут я уже становлюсь 59-е, 61-е и 70-е. Таким образом, Ольга оказалась в общей очереди. И не одна она. Мне только в комментариях потом писали, что мамочки, что они тоже сталкивались с такой проблемой. И просто у меня в окружении есть знакомые, которые тоже переживали по этому поводу. Буквально в декабре сейчас было полтора года, и она переживала с тот момент, что нужно нанимать няню, что нужно работать, потому что по-другому просто никак. У многих сейчас ипотеки, какие-то свои затраты все равно, и без какой-то поддержки все равно неполноценно. Если семья, это все равно тяжело. Как бы нужно все равно работать, выкручиваться как-то. Ольга решила обратиться к главе региона Юрию Бездудному во время прямой линии губернатора в эфире на телеканале «Север». В прямом эфире ее вопрос был озвучен. Решение не заставило себя долго ждать. Мы отзвонились, сказали, что ребенок у меня попадает в садик временного пребывания на заводе. Там буквально до полперого он будет ходить, но это уже возможность для меня выйти на работу хотя бы на 0,5 ставки. И что они с февраля уже могут взять у меня ребенка. Вчера буквально я была в образовании, чтобы узнать, теряется, не теряется мое место именно в детском саду, в городе. Они сказали, что ничего не теряется, что вы можете прийти в конце марта, в начале апреля и написать заявление о переводе. И пообещали, что они будут рассматривать это заявление уже на осень. Но я очень надеюсь, что перейдет у меня ребенок потом в город, потому что это удобнее. Чтобы разобраться в том, почему данная льгота перестала действовать, обратимся в Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа. В документе, предусматривающем порядок комплектования государственных образовательных организаций, была предусмотрена данная льгота для одиноких мам. Однако позже, в ходе перехода на автоматизированный режим работы, формирование льготных очередей было скорректировано с федеральным перечнем. Так как на федеральном уровне данной категории нет, с 1 сентября 2021 года, то есть с начала учебного года, льготная очередь для одиноких мам перестала действовать. Остановимся на документе, почему именно одинокая мама ушла у нас из льготной очереди. Мы же руководствуемся 273-м федеральным законом образования. И там сказано, я даже вот зачитаю, чтобы это уже было не голоснованно, а четко из документа. Там сказано, что прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах равных условиях. Я почему акцентирую на условиях равных? Условия приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым предусмотрены льготы. А льготы на федеральном уровне. Вот согласно этого у нас одинокая мама ушла. Также есть семьи, которые получают места в детском саду в первоочередном порядке. Это многодетные семьи, дети либо один из родителей с ограниченными возможностями здоровья, дети сотрудников полиции, пожарные службы и так далее. Однако есть еще и внеочередной перечень, куда входят дети прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета, военнослужащих, органов внутренних дел, дети граждан, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и так далее. На сегодня у нас, допустим, распределение прошло, места закрыты в детских садах. Дата поступления следующего идет, это 1 сентября 2022 года. Но если у нас появляются дети, это от трех лет мы обязательно сразу же рассматриваем. Допустим, вот сейчас перед вами был случай, что приехали из другого региона, ребенок большой. Обратились, мы рассмотрели возможность. Имеется место ребенку, место предоставлено. На данный момент в регионе на очереди в детские сады находятся 1047 детей от двух месяцев до 8 лет. Из них 781 в городе Наринмаре. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.